Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну економічну ситуацію в Україні. З нами економічний експерт Михайло Крапивко. Я вас вітаю. Власне, перше питання. Курс долара продовжує стрімко падати, відповідно, гривня у нас зміцнюється. Це є позитивом чи негативом для економіки? Ну, вообще, в цілому це позитив. Почему? Потому що таке поведення гривни по отношению к іностранним валютам – це показатель доверія внешніх інвесторів, доверія к національній валюте. І ні одна економіка, скажімо так, от цього сильно не страдала. Є другое. Друга сторона цього процесу. Ми вже бачили заявлений Министерства фінансів, в якому оно чуть ли не требувало від Национального банка обратного процесу організувати, хоч іскусственно, і так далі. Ситуація в чому? У нас от курса іностранной валюти зависит часть довольно серйозного поступлений. Ну, например, все поступления, которые связаны с експортом і імпортом. Таможенні пошлины ісчисляються в валюте і переводяться в гривну по курсу. Акцизи вичисляються в валюте і переводяться в гривну по курсу. Тобто, коли національна валюта укрепляється, то гривневі поступлени уменьшаються. С одной сторони, улучшається доверія к національній валюте. Экономіка получає можливість більшіхового сырі, більшіх товарів, приобретення. Ну, бюджет немножечко страдає. Ну, а, власне, цей процес укріплення гривні не є штучним, як вважаю? Я думаю, що нет. Є для цього доволі серйозні основи і індикатори, які говорять о естественності цього процесу. Наприклад, спроз на українські долгові бумаги. Він все время, причем номинирований в національній валюте, за счет чого все время заходить сюди іностранна валюта, меняється на гривну і на цю гривну приобретається ВГЗ. А почему? Доходність доволі хороша, по-моєму, в районі 17% годових. В гривну інвестор верить, да, ми понимаємо, що це інвестор із разряда спекулятивного, який заводить капітал. Але, тим не мене, благодаря цьому є хороший спрос на ВГЗ, за счет чого бюджет закривається в цьому року практично без заимствования МВФ і закривається по гривні. То є, одно дело, коли ми беремо у МВФ под обязательства определені, коли ми беремо там по 4, 5 или 6% валюти, і возвращати надо валюти, другое дело, коли ми беремо в гривні і возвращаємо в гривні даже под 17%. Валютные риски, ми вже на цьому бедились не раз, часто компенсирують цю процентну ставку, дуже сильно компенсирують. Поэтому у нас є приток валюти, у нас є валюта від експорта. Кому це плохо? Це в першу чергу, я вже сказав, бюджету. Це плохо експортерам. То є, у них заходить доларовая маса та же, а гривні получается менше, следовательно, прибыль менше гривневая і так далі. Є, як говориться, дві сторони. Сторона імпортерів і сторона експортерів. Імпортеры заинтересовані завжди в тому, щоб національна валюта була покрепче, а експортеры, наоборот, за прослаблення. Тому однозначного, як говориться, решення, яке б компромис удовлетворювалося всіх, його не существує в природі. Але в данному часі це естественні процеси, процес, який свидетельствують, скажімо так, це такий своєобразний фінансовий кредит доверия нової власти. Як власть сможет його использовать, ми посмотрим. Але в то же время в країні в країні проходять в економіки такі противоречиві процеси. Национальна валюта укрепляється, а інфляція розгоняється. То є це своєобразний такий нонсенс, вроде би, як для економіки, але він є. І це вже втора сторона медалі, коли вліять оцінка внутрішній економіки, внутрішнім бізнесом рісків, зв'язанних з ініціативами власні. І ми видим, що при всьому більшому кредиті доверия внешніх інвесторів, пусть і спекулятивних, але внешніх, доверію внутріннього бізнесу, національного бізнесу к власти, як-то падає. Бізнес оцінює свої ісці все більше і більше, і йде рост цен. І вот така ситуація, она не зовсім хороша. Ми можемо вспомнить о тому, скільки стоїть долар, скажімо, в гривні на январь місяць, да? Це було 28, да? Около 28. Скільки стоїть тоді литр бензина? Видимо, скільки зараз він стоїть, долар, і смотрю, скільки стоїть литр бензина. І як-то не коррелирується ця разниця. Ми можемо то же саме пересмотреть на любой продукт, продуктової корзини, промышленої корзини. Ну, ви згадали, власне, про інфляцію, на якому рівні вона є зараз, і чи буде вона зростати, ваш прогноз? Ну, я думаю, мій прогноз по тим налоговим ініціативам, які зараз усилено штампуються в Верховній Раді і одобряються бігом впереді паровозу по сокращеній процедурі, що інфляція буде наростати. Ну, во-первых, прогнозні показатели бюджету, які принять, вони як би, якби, 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 заложен 28,2, а не 24,3, как сегодня торги были. Как-то разница довольно ощутимая. Рост минимальной заработной платы почти на 500 гривен, а следовательно по шкале всей тарифной сетки это 500 на минимуме, а на максимуме оно может быть и 1000 и больше по смежразрядным коэффициентам. То есть дополнительные расходы бизнеса, которые уже как бы оптимизации не подлежат, потому что украинский бизнес уже пять лет находится в состоянии разгоняния постоянного минимальной заработной платы. Мы помним первый скачок с 1600 на 3200 и дальше поступательно. Ну и в этом году теми же темпами заложено повышение заработной платы. Но что мог бизнес уже оптимизировал свои расходы, свой персонал. Дальше уже некуда. То есть это все ложится только в цену. Мы слышим заявление правительства о том, что сохранилась налоговая база на следующий год, но в то же время видим по проектам и по скорости их принятия, что налоговая база расширяется, фискальное давление увеличивается, усиливается, фискальный контроль глобально расширяется. Мы сегодня видели демонстрации перед администрацией президентов предпринимателей с требованием отменить пакет законов, наложить на них вето. Мы уже... А стосовно те это можно больше добавить? Сейчас вернемся. Я просто... Добро. Чуть-чуть добавлю информации. К вечеру уже поступила информация о том, что зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования за эти законы. Что это означает? Что это за законы и что они означают? Ну, как всегда, дьявол, он кроется в мелочах. То есть правильное, скажем так, или нормальное политическое направление в процессе его исполнения обрастает кучей всяких ловушек и прочих неприятных вещей. И о чем идет речь? Речь идет о том, что власть решила заставить всех предпринимателей, а у нас было освобождение предпринимателей от обязательного использования кассовых аппаратов при объеме до миллиона, а теперь решили заставить использовать кассовые аппараты практически всех. Освобождается только первая группа, это бытовые услуги и рынок, торговля на рынке. А всех остальных как бы решили заставить. В принципе, сам процесс, он как бы вроде бы в правильном направлении, но в этом процессе есть некоторые вещи, которые вместо того, чтобы... Ну, знаете, когда собачку учат выполнять команду, ей это не хочется, но ей дают какое-то лакомство, чтобы было желание выполнять. Здесь лакомства нет, здесь вместо лакомства добавили пару плёточек. И эта ситуация становится уже ненормальной. Да, с ФОПами есть ряд проблем. Первая проблема – известные проблема. Ничего нового. Всем они известны. Это сокрытие объемов выручки. То есть, я сказал, что без РРО можно работать до миллиона в год. Ну, понятно, что миллион три года назад и миллион сегодня – это разные деньги. Но в отличие от штрафов и всего другого, почему-то вот эти вот грани для упрощенки, объем без РРО, объем дозволенных операций и так далее, они закреплены жестко в гривне. И если еще шесть лет назад третья группа могла зарабатывать до 20 миллионов гривен, то сегодня это 5 миллионов гривен. И это не те миллионы, что были шесть лет назад. Вместо того, чтобы привязать к какому-то относительному показателю, хотя бы к той же минимальной заработной плате или к той же валюте, или еще к прожиточному минимуму, эти показатели держатся и таким образом у нас получается постоянное сужение. Это сужение вызывает какое желание? Остаться на упрощенной системе, а следовательно надо скрыть выручку. И здесь есть те, которые как бы вынуждены скрыть выручку из-за того, что там лишние 100 тысяч их выкинут на общую систему или заставят нести большие расходы на операционную деятельность. И есть те, кто преднамеренно умыслом скрывает, не вынужденно скажем так, ну не совсем вынужденно, не в серой зоне, а в черной зоне, скрывает выручку, потому что прогоняет в десятки раз больше денег, чем это разрешено. Это одна проблема. А вторая проблема – это использование ФОПов крупным бизнесом для, скажем так, создания серой наличной массы, наличного потока. То есть и в том, и в другом случае речь идет о чем? Речь идет о неучтенном наличном обороте. Если мы говорим о неучтенном наличном обороте, говорим, что мы хотим его сократить, ну зачем нам на этом пути создавать предпринимателям дополнительные проблемы, чтобы им это было сложнее. Делать штрафы 150-250% от чека и так далее. Нам наоборот надо создать им как бы из лакомств дорожку, которая им будет выгодно самим убрать у себя наличный оборот. А для этого что надо? Расчеты с помощью карт через терминалы, то есть то, что проходит по банкам, то те деньги, которые видны, убрать из предела наличного оборота. То есть сказать, нет, ребята, это безналичный, здесь хоть до своих 5 миллионов или до полутора торгуйте, никаких проблем. Это первое, что надо сделать. Второе, что надо сделать, упростить использование РРУ. А на самом деле для упрощения введено понятие электронный чек, то есть то, что у нас было год назад пилотный проект виртуальный кассовый аппарат, но для него, представьте, для предпринимателя, торгующего на рынке, все равно, как для железного аппарата, надо запрограммировать весь свой ассортимент товара, заложить туда цены. А как он будет в маленьком магазинчике, его единственное отличие от большой сети, это возможность поторговаться. Как он будет торговаться, если у него в кассовом аппарате заложена жесткая цена? Ну, понятно, да. А сколько ему операционных расходов надо потратить или заплатить кому-то, или самому потратить времени на то, чтобы запрограммировать и постоянно менять это программирование? Это, на мой взгляд, просто глупо. И вот этими вот мелочами вызвана вот такая вот реакция бизнеса. Вместо того, чтобы сделать добро, убрать, уменьшить наличный оборот, людей как бы наоборот выпихивают в тень. При этом Верховная Рада на ура принимает статью фиктивное предпринимательство. То есть можно вообще не регистрироваться предпринимателем, торговать от себя лично. Если попадешься, уголовной ответственности у тебя не будет. Ну, как-то оно нелогично все получается. Вот это вот все и ложится в оценку рисков. А учитывая то, что все-таки довольно большой сегмент конечной розничной торговли лежит на ФОПах. Вот мы имеем такой вот результат. Ну, вы сгадали уже про протесты предпринимателей, которые есть в Киеве. Как может развиваться эта ситуация? И взагалі, какие вы можете? Ну, во-первых, давайте говорить так, что протесты начались давно, как только эти проекты были зарегистрированы. И первое, единственное на сегодня, чего удалось добиться через рабочие группы, через протесты, через все, это то, что дата введения окончательного передвинута на год. И как бы 20-й год сделан такой, ну, можете, да, можете, нет. Сделано это для чего? Что, ребята, ну, вас же сегодня не давят? Ну, ладно, уже не бастуйте. А через год, ну, куда вы уже денетесь? Вы уже, в моем смысле, привыкнете, свыкнитесь, будете жить и уже как-то передумаете, как перестроить свою деятельность. Но это, как говорится, мертвому припарке на самом деле. Бизнес все равно оценивает свои риски и на сегодня, и на завтра. И ищет пути, как чего избежать. Поэтому это вряд ли сработает. Есть вариант, два варианта, вернее, три. Первый вариант – это остаться, стоять на своем и заставить, уговаривая на то, что в этом году вас ничего, никто не жмет, ну, живите с этим, за год привыкнете. Первый вариант. И два других. Первый – это президент послушается и даст ответа. И второй вариант. Верховная Рада одумается и на основе вот этого постановления зарегистрировано, проголосует его и отменит это голосование, вернет эти проекты на доработку. Какой из них более вероятный? Ну, очень сложный вопрос. Если вернуться к курсу доллара, вы уже вспомнили про это в контексте бюджета. Закладно 28,2. По факту есть трое больше 24. Что это означает для бюджетной политики Украины в целом? Для бюджета это означает, первое, то, что прогнозные показатели не соответствуют действительности, а, следовательно, тот план доходов, который привязан к валюте, не будет выполнен в гривне. В то же время это будет где-то экономика, экономия там, где заложены валютные расходы. Ну, например, обслуживание долга, оно тоже заложено в гривне по прогнозному курсу. Там будет экономия. То есть, кумулятивный эффект на бюджет сложно сказать, но уже одно это говорит о том, что показатели, которые заложены в бюджете, не будут выполнены. Где-то в худшую сторону, где-то в лучшую, но бюджет, как бы, не совсем реалистичный. И кабинет министров это, в принципе, признает и сам говорит, что да, мы там заложили, сделали бюджет на старых, по принципу, я его слепил из того, что было, но где-то в октябре мы вернемся и будем пересматривать. Октябрь через неделю. Вопрос, стоит ли выносить на голосование то, что через неделю надо пересматривать? Если вынести на голосование, как пересматривать и какое качество будет пересмотренного продукта? Сколько дней будет на пересмотр? Вот мы видели по этим налоговым законам, что вместо даже заложенных 14 дней на внесение изменений между первым и вторым чтением его сократили до 7 дней. За 7 дней можно что-то отрегулировать в бюджете или посмотреть влияние этих регулировок? Ну, это все качество процесса. Чего можно сейчас прогнозировать, как будет поводить себе доллар в ближайшие месяцы, или продолжит он падать по отношению к доллару? Ну, смотрите, доллар, он же опять зависит от чего? От доверия. Если не будет сделано шагов, которые подорвут доверие инвесторов, гривна будет укрепляться или хотя бы стабилизироваться. Если будет подорвано доверие, возможны обратные процессы и очень сложно спрогнозировать на сколько. Ну, приведу такой пример. Когда премьер-министр выступил там с интервью, заявил, что он не участвует в разговорах о компенсации убытков бывшим владельцам Приватбанка, что эти разговоры ведутся в другом здании, и тем самым косвенно подтвердил, что такие разговоры ведутся, что произошло на рынках? В этот же день обвалилась все котировки украинских долговых бумаг. То есть инвестор понял, что если обсуждается вопрос каких-то выплат, которые не предусмотрены, то и ни бюджет, ни что другое выполнено не будет. И тогда где гарантии того, что мы эту гривну, которую вложили, вернем хотя бы в те доллары, которые мы вложили? Ну, благодаря тому, что быстренько всех переубедили, что никаких разговоров не ведется, ситуация застабилизировалась. То есть если возникнет очередной подобный повод, подрывающий доверие, самый дорогой инструмент на сегодня – это доверие внешних инвесторов, то мы можем получить любой результат, самый непрогнозированный. Если политика будет проходить аккуратно и в рамках, но в том числе и как бы аккуратно с внутренней экономикой, с бизнесом, потому что внешний инвестор, вот тот, который пришел, его называют спекулятивный инвестор, он пришел на короткое время. Он вкинул деньги, только увидит, что деньги могут быть потеряны, он тут же сбрасывает эти ценные бумаги на внешних рынках и забирает свои деньги, и забывает обо всей операции, главное – уйти с гешефтом. То следующим должен прийти длительный инвестор, тот, который будет вкладывать в активы, в производство, в недвижимость, в реальные активы, в реальный сектор экономики. Этот инвестор намного дороже спекулятивного. Да, от него может быть доход меньше, но он обходится дороже, потому что он долгосрочный. А вот на поведении этого инвестора как раз очень сильно играет и фискальная политика. Что должно доказать правительство такому инвестору? Первое, что в стране закон един для всех. То есть мы опять возвращаемся к любимой теме – коррупции. Если коррупция будет, посылы такие, что она будет обуздана или хотя бы загнана в какие-то приемлемые рамки, то у инвестора появляется уверенность в том, что его здесь не обдерут. Второе. Закон един для всех. Для этого должны заработать. Ну вот сегодня президент подписал проект в очередном реформировании прокуратуры. Мы еще не понимаем, чем это реформирование нам кончится, но уже видим, что что-то пошло. Дальше вопрос антикоррупционного суда, всех судедов судебной системы и так далее. Следующий аспект – это незаявленность права собственности. С этим у нас тоже проблема. То есть вопрос рейдерства. Если вот эти вопросы получат хотя бы такой тренд, что да, правительство и власть взялось за их решение и пытается что-то навести порядок, тогда придет длительный инвестор. На сегодня пока мы имеем другое. Мы имеем обыски в международной корпорации «Филипп Моррес». Мы имеем в нарушении договоренности «Филипп Морреса» с правительством об урегулировании того конфликта, который был у них по акцизному сбору. С оборудованием «Филипп Моррес». Да, 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 да. Но это одна из крупнейших в мире компаний, которая приносила в бюджет Украины очень много, потому что акциз. Мы имеем вместо этого обыски и изъятие документов, связанных с этой договоренностью, в кабинете министров. И «Филипп Моррес» не сегодня, а завтра может покинуть Украину, закрыть десятки, сотни тысяч рабочих мест. Что мы получим для экономики? Какую уверенность получит внешний инвестор, если такого монстра можно заставить уйти из страны с потерей активов? Поэтому доверие очень хрупкий такой инструмент, с которым надо очень нежно обращаться, лелеять, халить. Но, к сожалению, у нас как-то с хрусталем сложно. Ну вот вы сказали такую фразу, если коррупции удастся загнать в определенные рамки, какие рамки могут быть у коррупции? Поймите, с коррупцией не удалось полностью побороться никому. Ни в одной стране коррупция полностью не побеждена. И вот последний скандал в США, где нынешний президент обвиняет бывшего экс-президента в коррупции с участием Украины, тоже говорит, что в самой такой стране, где институты судебные, самые независимые, все равно не удается полностью побороть. Но есть какие-то рамки, нельзя их назвать рамками приличия, но, скажем, рамки допустимости. Первая рамка – это то, что коррупция не должна распространяться повально на большинство граждан Украины. То есть низовая коррупция, она должна уйти. Коррупция в верхах, она всегда как-то остается. Но в каких рамках, опять же? Если верхи отжимают бизнес у ФОПов, ну, это, наверное, не рамки. Если возникают скандалы, как помните, возник скандал с житомирской кондитерской фабрикой, житомирские ласащи, это ненормально. Какие-то приемлемые рамки, когда коррупция не будет резать глаза всем. Такое вопрос. Чем можно ожидать в ближайшие месяцы, до нового года, подорожжения с житомирского кошка? Может, это хвиляет всех. Ну, он уже дорожает. Мы это уже видим. У нас уже, грубо говоря, вторую неделю в подряд идет стабильное повышение цен. По на разные продукты с общего кошка, но стабильное. На этой неделе, например, беспрецедентное подорожание гречки на 25%. На какие товары, взагалі, будут дорожчать? Ну, в первую очередь, всегда дорожают товары, без которых нельзя обойтись. То есть продукты питания. Ну, такое питание. Буквально декілька дней в тому відбулись перемоги у Брюсселі між Україною, Євросоюзом, Росії стосовно возможностей восстановления поставок газу прямых до Украины. Ваше ставление до этого. Как это может влиять на экономику державы в целом? Ну, во-первых, я не верю, что Россия восстановит поставки сюда. Потому что есть очень четкие сигналы из того же Газпрома, что ни при каких условиях украинскую трубу они заполнять не будут. Поэтому я не очень верю в эти переговоры. Да, проходили, и целью их была диверсификация, потому что энергетическая безопасность, энергетическая независимость, она не должна базироваться на каком-то одном или двух источниках поставки. Она должна иметь, как хорошая табуретка, много ножек. Еще лучше сороконожка. Самая устойчивая ситуация. Поэтому хоть какая-то доля прямых поставок России, она как бы должна, по идее, застабилизировать ситуацию. Но я, честно, не верю в то, что это реально. К сожалению, мы будем брать тот же российский газ от Польши, от Словакии. Плюс мы, скорее всего, добавим американский газ. Может быть, нам поможет Азербайджан. Вот таким вот образом, скорее всего, у нас есть шанс диверсифицировать газовый рынок свой. Но и опять же, у нас есть проблема с внутренней добычей. У нас не так мало залежей, но у нас, к сожалению, падает добыча. А это вопрос, опять же, налоговой политики. В свое время, если помните, Яценюк очень резко поднял рендную плату. В результате чего иностранные компании, которые разрабатывали у нас в месторождении, ушли и свои немножечко свернулись. Сейчас ренту пытаются поднять на железную руду и прочее. Ситуация пока, опять же, не на оптимизме. Думаю, что нет. Если короткий ответ, то нет. Если его чуть-чуть развернуть, я думаю, что наша труба имеет возможность получить вторую, третью жизнь, если удастся организовать коридор для Каспийской нефти для Европы. Но этому очень сильно, на мой взгляд, будет противодействовать Россия, потому что Каспийская нефть в Европе – это для нее потеря довольно существенного сегмента европейского рынка. И не только экономического, но и политического, потому что нефть и газ – это политический инструмент. Что ж, я вам дякую за эту разницу. Нагадаю, сьогодні мы спілкувались с экономичным экспертом Михаилом Крапивком. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин